Мы на месте. Мы приветствуем Агнессу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она молчит. У нее эта накидка вся полностью, которая закрывает. Она сейчас стоит напротив меня, и у нее во лбу такая, ну я бы назвала звезда, вышел банок на голове. В общем, здесь информация идет, что она жена ящера. Она будет делать, что скажет он. Она будет подчиняться ему. Она глаза вниз, у нее она просто стоит. Сейчас мы посмотрим, кто кому будет подчиняться. Скэнер. Просканирую сейчас эту накидку, подсвечу ее красным цветом. Все чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки подсвечиваются от этой подключки, отключая ее полностью, выводи из ее биополя. И как все выйдет, до последней частички отправляется в клетку-тюрьму. Ну, чипы стоят по чакрам, это сердечная чакра голосовая. Все чипы отключаются, вместе с подключкой выходят. Все автоматически происходит. И руки она почему-то поднимает, руки у нее назад падают, как опускают. Скэнер, просканирую, что там в руках, тоже выводи. Сегодня кого-то, кто-то лишится хвоста. Так как переносное значение опускает руки, он хочет, чтобы она плыла по течению, все остальное он сделает. Хорошо. Он ее так успокаивает через эти чипы. Я скажу ящеру, надеюсь, найдется кто-то, кто и тебя успокоит после того, что с тобой случится в этой клетке. Вышла накидка, и она как очнулась, она себя трогает голову, тело. Где я? Отправляю в клетку-тюрьму. Подключку, Агнеса. Меня зовут Влад, это Вера. Вы попросили нас очистки своего биополя. Вы сняли с вас ту подключку, вы даже нас не слышали. Вы сейчас слышите нас? Да. Вы даете свое согласие на диагностику и чистку? Что это значит? Это значит, что мы будем вытаскивать сущности из вашего биополя. В принципе, вы должны знать, что это такое, если вы пришли к нам на чистку. Что делают на чистке? Вытаскивает сущности. Она просто не знает, кому верить. Она плачет. Вы видите меня? Вы видите, как я выгляжу? Я подхожу к ней? Видит, да. Вы обратились ко мне за помощью. Вы здесь находитесь. Вы действительно сможете мне помочь? Буквально. Он сказал, что никто не сможет разлучить нас. Да. Ни в этой, ни в следующей жизни. Ну, отлично. Я вам сегодня докажу обратное. Вы в надежных руках. Вам не нужно беспокоиться. Все хорошо. Я все сделаю. Это классно. Отлично. Даю команду, значит, риск. Сканирует пространство над головой Агнессы под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует систем тонких тел Агнессы. Находит все. Выстраиваю прямой канал от этой накидки со звездой этих чипов. Притягиваю ящера в клетку тюрьмы. Стоит в клетке тюрьмы. О, как большая жаба. Сейчас сделаю маленькую жабу, беспроблемно. Снимаются маски и голограммы. Сущность предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Он говорит, как ты посмел меня потревожить. Вера, считай цифры над головой. Человечешка. Считай цифры над головой этого паразита. 1232. Как я посмел тебя побеспокоить. Влад, сожги его защиту. На счет 3. 1, 2, 3. Удар. Ножог. Ящер у него, грудь вперед. Он говорит, я лорд и имею рыцарское звание. Ты преступник, который находишься в клетке диагностики. Он моя наложеница и будет служить мне. Кто тебе такое сказал? Ее душа порабощена. Оставим пока на этом моменте. Скэнер, дай мне, пожалуйста, полноту души Агнессы на настоящий момент. 78. 78 процентов. Хорошо. У тебя есть контракт с ней, ящер? Барачный. Он смеется. Влад, дай ему удар. 250 тысяч герц. Удар. Следующий будет миллион. Короче, это как-то смеешь. Уменьшай ящера в два раза. Слушай сюда, лорд, я тебе один раз скажу. Здесь мои правила, они твои. Каким бы ты женихом классным себя не считал, ты можешь уйти сегодня в два места. Или в межгалактическую полицию, или в галактическое ядро. Или я достану, достаю живую плазму. Шар в моих руках появляется, и я тебя засуну это в твою пасть. Если ты еще раз посмеешь мне мешать, или как-то ответишь не так, как я задал тебе этот вопрос. И это понятно. Он говорит, мои подчиненные достанут тебя. Ты знаешь, сколько твоих подчиненных уже отправлены в нирвану? И столько же еще уйдет. А ты сегодня будешь отвечать за свои поступки и за свои действия. Не трать моего времени, я тебе не рекомендую, пока я в тени сделал... Ты издеваешься над персоной королевских кровей. Да, открывая поток любви абсолютно над его клеткой. И ждем, пока у него пропадет желание мне всякий бред рассказывать. Но он кричит, чтобы ты позвал кого-нибудь, кто понимает, с кем ты работаешь. Никого я звать не буду. Скажешь, когда попросишь... У него ожоги появляются. Хорошо, он должен был мне сказать, выключить это, попросить меня. Он этого не сделал. Верни мне мой рост. Ничего я тебе не верну. Будешь стоять. Если ты мне пообещаешь, ты больше ни слова не скажешь. Пока я тебя не спрошу. Жених. Я требую полиции. Хорошо. Или армия. Ящер, закрываю тебе рот. Ящер молчит, не может говорить. Хорошо. Ты этого хотел, ты этого получил. Начинаем с реверсной энергии в процессе работы. Подожди, у нас есть еще. Да, давай. Кроме ящера у нас есть. Я уже и забыл за других. Хорошо. Но у нас нет никого, кроме одного еще в ногах. Это демон. И у него в ногах просто подключка, которую видно. Это как таз такой. Он до щиколотки доходит. Демон в клетке? Да. С силой моего намерения. Выходит этот таз, полностью отключается и летит в клетку тюрьму. Какой у нас демон? Посмотри, какой демон. 13. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии. Агнессы спрессировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогенную негативу. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить. Возвращается назад. Выстраивай прямой канал к этой накидке со звездой. И отдаю все негативное патогенное, что Агнесса получила от этой подключки. Усилий потоки в 100 раз. Сколько ты находишься в биополе, демон? 4 месяца. А как так получается, что ящер тебя терпит в этом биополе? Может, ты с ним не в команде? Нет, у нас разные миры. Я знаю, что у вас разные миры. Только я уже встречал очень много разных исключений из этого. Когда вы отлично работали с паразитами космическими. Вот такими, как ящер. Сколько ящер находился в биополе, пошла информация. Лорд. 4 года. 4 года. Хорошо. Были другие, и до него он их выгнал. Это понятно. Хорошо. Ремер закончился. Тональный фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Агнесса забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли, возвращает Агнесса себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Все, что на ее чистоте находится, возвращается назад. Готово. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Демон. Кроме этого таза, что-нибудь есть в биополе на твоей чистоте? Да, есть к рукам, есть подключики. Выходи, вытаскивай все, отключайся полностью, возвращайся назад. Доклады о готовности к проверке. Проверка будет скеннером проведена на несколько миллионов герц. Если вдруг что-то забудешь, сгоришь. Он снял. Скеннер просканируй сейчас. Агнессу на чистоте ящера и его подключик. Не осталось ли что-то незамеченным, что мы еще не вытащили? Чисто. Скеннер, дай мне полноту души, Агнесси, на настоящий момент. 92. 92. Идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию Агнесси с ящером, его артефактами, демоном и его тазом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Не может с ней рассинхронизироваться и что-то держит. На честь контракта. Хорошо. Переходим к расторжению контрактов. Я обращаюсь к Агнессе. Агнесса, сейчас мы будем проверять вас на заключение контракта. Возможно, неосознанно вы заключили контракт. Вы не заключали осознанно никаких контрактов, ни с кем? Нет, ничего такого не было. Хорошо. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Агнесса должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, конечно. Я говорю в слухе, тонкая копия повторяет за мной. Я. Вызывая все соговороды дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Нашел контракт. С ящером? Да, он выглядит так же, как эта накидка. И внутри энергии. Пусть повторяет за мной. Внутри власть, контракты и договора по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. Она есть. У нее копия где-то есть. Эта энергия находится в копии. Понятно. Хорошо. Тогда делаем следующее. Агнесса, ваша копия была отправлена в мир ящера. Сейчас мы будем доставать ваши частички. Вы готовы? Вы должны изъявить желание, что вы хотите получить свою душу назад. От ящера не может говорить, но идет информация, что моя наложница должна быть рядом со мной. Сделал кое в этом своем мире где-то она. Я бы на его месте лучше молчал в этой ситуации. Итак, я обращаюсь к Агнессе. Агнесса, вы хотите вернуть свою душу назад? Конечно. Сформулируйте это намерение, крепкое намерение. Выстраивает Агнессе прямой канал к ее копии. Один, два, три. И забираем из этой копии частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на частоте Агнессы находится, по праву забираем назад. Она хозяйка своих энергий возвращает все себе обратно. Пошел мощный поток. Экран открылся, это копия, она страдает, руки тянутся. Через контракт эти энергии сейчас возвращаются все. Отлично, частички души возвращаются из копии? Да. Хорошо. Лорд. Готово. Сжигай этот канал к ее частичке, к ее копии. Копия упала? Да. Отлично. Хорошо, сканер дай мне полнуютой души на настоящий момент. 100%. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты и договора вместе с их фантомами уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Переходим к рассинхронизации до команды на рассинхронизацию на счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Есть. Включая внутренний белый свет Агнесси, этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены, низкоаберационные, чужеродные. Остаточные энергии начистоток интерферентов и их подключик. Мощным потоком выходит из нее и формируется шар. Готово. Большое? Да, большое, потому что энергии ящера были остаточные, которые в ней находились еще из-за страха и приняты были за свое, и они вышли в такой средний шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю, даю команду скеннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Подхожу к Агнесси, помогая моей энергией отстегнуть ей все каналы. Один, два, три, удар. Отлетает каналы, открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Ящер может говорить. Итак, ящер, я тебя слушаю. Ты что-то хотел сказать? Отпусти меня. Никуда я тебя не отпущу. Но могу тебе вернуть твой рост. Если ты еще раз посмеешь со мной так разговаривать, я тебя опять уменьшу. Понятно, я спрашиваю? Да. Возвращаю ящеру его рост. Идем дальше. Мой первый вопрос. Кто из вас присутствует в ребенке Агнессы? Демон, ящер. В доме не присутствует. Дальше, значит, ящер сам не присутствует в ребенке, но у него есть тот, кто запугивал ее, потому что она ему не нужна. Ему нужна только Агнесса, все остальные ему мешают. Хорошо. Нужно удалить. Понятно. Там гуманоид. Мы его притянем с ребенком, да, Вера? Да. Да. Значит, оба находитесь вы в этой квартире. Демон. Сейчас, демон, я тебе открою портал в эту квартиру. Агнесса. Ты собираешь все, что ты там оставил. Вытаскиваешь все свои подключки. Я прихожу, проверяю. И первый раз отпускаю тебя на твою чистоту. Все понятно? Он хочет забрать этот тазик, который в ногах. Это оружие преступления. Ты мне не дал никакого объяснения. Если бы ты зашел на свою чистоту, если бы человек вел какой-то аморальный образ жизни или орал, или пил, или что-то другое. Я бы еще мог понять, почему ты зашел в это биополе. Потому что это твоя чистота. То, что ты сейчас сделал, это не является этой причиной. Говорит, что там постоянная грусть была, внутренняя тоска, которая собирала в этот тазик эти вибрации, пыталась собрать для себя, стянуть с рук. Это он опускал ей руки веревками. Ну, видишь, ты еще и руки опускал этим тазиком. И какая причина. У тебя ни контракта нет с ней. У тебя никакого основания не было в этом биополе находиться. А грусть пришла от того, что в ней ящер сидел 4 года. Отдаешь или нет? Нет. Пускай тогда. Открывается портал в квартиру. Агнеса. 1, 2, 3. Демон уходит в этот портал, закрывая, печатая, растворяя. Под тазиком открывая воронку в галактическое ядро. Тазик уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Везде есть свои правила. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. У меня здесь какой-то странный ящер. 1231-й, который сделал душу человека своей женой. Мы вернули 22% души, которую он украл. Копия находилась уже в его мире. Он называл ее своей женой. Была накидка, звезда какая-то была. Полностью он занял ее тонкие тела. Выдавили огромное количество его энергии. В общем, он беспредельщик полнейший какой-то. И кричал, что он лорд. Я его не успокоил. Может быть. Может быть. У них своя иерархия. В любом случае мы забираем его. Накидку уничтожить. Благодарю тебя. Под накидкой открывается воронка в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Все его подключки вместе с ней. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Хорошо. Все. Им паразитам меньше. Поехали по частотам. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется. Распределяется. Усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Готов. Хорошо, Агнесса. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Да я-то великолепно себя чувствую. Полностью. Вернула свою душу целостное. Как бы мне еще свой биоробот расторможить. Это уже ваша работа. Вы должны согласовывать свои действия. Скорее всего, познакомиться со своей душой. Вам нужно заправляться энергиями. Как мы показали в этом сеансе. Выдавливайтесь. Каждый день негатив. Если возникают какие-то неприятные ощущения, выдавливайте их сразу. Открывайте воронку в галактическое ядро. Сбрасывайте и закрывайте эту воронку. После этого заправляетесь энергиями. Поднимаете вибрации. И обязательно синхронизируйте, гармонизируйте эти энергии. Точно так же вам показали, как устанавливается защита Меркаба. Наш администратор перешлет вам дополнительную информацию, что мы рекомендуем делать после чистки. И чтение манифеста мы тоже рекомендуем. Но обязательно вы должны начинать работать со своими родными энергиями. Это залог того, это гарантия того, что вы будете чистыми. Если вы не будете этого делать, рано или поздно может случиться опять какая-то подключка. Хорошо. Вера, как нам сейчас сделать? Мы ребенка одного будем поднимать или мать должна присутствовать? Одного. Я почти 16. Хорошо. Значит, тогда будем возвращать Агнесу. Сейчас назад. Почистим ребенка. После этого мы почистим квартиру. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Агнесы в ее систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу, к каждой клеточке и извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Пошел.